Еще в конце 19 века нефть можно было приобрести исключительно в аптеках. И она использовалась как антисептик. Это программа синопсис действительных явлений. Здравствуйте! Как говорится, если не знаешь основ физики, весь мир будет наполнен магией. Мы дополним этот список математикой, химии, биологии, астрономии и другими науками. Потому что даже у взрослых нет-нет, да и появляются вопросы. Как таблетка находит больное место? Почему если в кипящую воду залить масло, то это нормально? А вот если брызнуть в кипящее масло водой, жди проблем. Есть ли чувства и эмоции у насекомых? Научно-популярный проект синопсис действительных явлений поможет разобраться во всем этом с научной точки зрения. Вместе с экспертами мы на пальцах объясним то, что нужно знать. Но иногда так сложно понять и не у кого спросить. Кровь земли, черное золото. Так называют нефть, которая является визитной карточкой Башкирии. В прошлом выпуске мы поговорили о химии и обсудили более общие вопросы. А сегодня мы окунемся более глубоко в эту науку и узнаем про топливо, без которого никак нельзя представить современную жизнь. Мы сейчас находимся на территории завода Башнефть УНПЗ. А башкирская нефть, к слову, в этом году отпраздновала 90 лет. Но об истории немного попозже. Сейчас я вам хочу представить нашего специального гостя. Это Вадим Петрович Захаров, исполняющий обязанности ректора Уфимского университета науки и технологий, а также доктор химических наук. Вадим Петрович, практически вся ваша жизнь связана с химией. Расскажите, как вообще так получилось? Ну, действительно, я химию полюбил еще, обучаясь в школе. В 1992 году, когда я поступил на химический факультет Башкирского государственного университета, с тех времен я, в общем-то, профессионально занимаюсь химией и продолжаю заниматься по сей день. Шесть лет я работал в проектном институте, который сейчас называется «Башни Пенефть» и занимался повышением нефтеотдачи пластов. К сожалению, весь объем нефти, который располагается в земле, только половину сегодня добываем. Практически половина нефти, она остается в земле. И вот я шесть лет занимался так называемым физико-химическим методом увеличения нефтеотдачи пластов для того, чтобы повысить количество нефти, которое мы поднимаем наверх из недр земли и дальше уже перерабатываем. Уважаемые зрители, сейчас мы пройдем досмотр. Для вас это будет буквально секунда, для нас чуть подольше. И мы окажемся на территории самого завода, и вы увидите то, что никогда никто не видел, кроме, собственно говоря, самих сотрудников. Так что, можно сказать, сегодня у вас уникальный и у нас тоже опыт. Как известно, все открытия брали свое начало еще в древние века. Греки, например, использовали нефть для разжигания костров на маяках и поджигания стрел на войне. В Вавилоне и Древней Индии битум, продукт выветривания нефти, использовали для строительства. Добытый на мертвом море асфальт, египтяне использовали для бальзамирования усопших. А в Византии забрали нефть для основы греческого огня. Горючие смеси для войн на суше и воде. Несмотря на то, что природный углеводород открыли давно, использовали его в основном в сыром виде. Первые сведения об экспериментах с перегонкой относятся к X веку нашей эры. Но распространение итоговый продукт не получил, так что официально нефтепереработка началась только в XVIII веке. В 1733 году российский военный врач Иоганн Лерхи посетил бакинские нефтепромыслы. Он познакомился с процессом перегонки, а потом описал его. Белая нефть несколько мутна, но по перегонке так светло делается, как спирт, и сия загорается весьма скоро. Под белой нефтью понимали газовый конденсат, который вместе с природным газом извлекают из недр земли. По структуре он очень похож на обычную нефть, только без смол и асфальтенов. Первый нефтеперегонный завод в России был открыт в 1745 году купцом Придуновым в Ухте. Состоял он из котла, печи, трубки и двух бочек, и по принципу работы был схож с самогонным аппаратом. Правда, особого успеха Придунов не добился. Во-первых, роль сыграла удаленность промысла. Во-вторых, круг применения продуктов в переработке был довольно узким, так что практически единственными потребителями были храмы и монастыри, где смесь очищенной нефти и масла использовали для лампадок. Прорыв в нефтепереработке сделал английский ученый Майкл Фарадей в 1825 году, когда изобрел бензин. Опытным путем он выделил углеводородную смесь, которая требовала минимальных условий для возгорания. Так как нефть ученый получал с Ближнего Востока, то и название продукта выбрал арабское – бензин, в переводе – благовонное вещество. В 19 веке бензин использовали в качестве топлива для примусов, но он все еще уступал другим видам топлива. Ситуация изменилась в 1876 году, когда Николаус Отто запатентовал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Одновременно с ним инженер Карл Бенц из города Мангейм запатентовал и установил на самодвижущийся экипаж двухтактный двигатель. Но общественность не воспринимала автомобиль всерьез, так что продажи шли плохо. Доказала преимущество нового транспорта жена Карла Берта. Женщина без спроса выгнала из гаража моторвагон, усадила внутрь детей и отправилась к матери, проехав сто шесть километров. Напомним, тогда бензин продавался в аптеках и использовался как антисептик, так что Берте пришлось скупать все партии, что злило аптекарей. Но главное, что продажи автомобилей начали плавно набирать обороты, а спрос родил предложение, и торговцы начали открывать магазины для покупки бензина в относительно больших объемах. Первая настоящая заправка с ручными помпами была открыта в 1907 году в Сиэтле. А на рост числа АЗС в США повлиял Генри Форд в 1910 году, когда внедрил на заводе конвейер, уменьшивший цену Ford Model T. Если в 1921 году в Штатах насчитывалось около 12 тысяч станций, то в 1929 году число увеличилось до 143 тысяч. Итак, у меня сейчас в руках настоящая башкирская нефть, очень необычно ее держать на самом деле. А что в руках у вас? У меня в руках продукты переработки этой нефти, то есть доведенные до товарного качества бензин 92-й, экологического класса К5, евро 5, и также дистопливо летнее, тоже экологического класса К5, то есть тот самый евро 5, который мы покупаем на заправках для заправки своих автомобилей. А как эти продукты получить из такого темного продукта, как нефть, я расскажу вам, начиная с установки ЛОВТ-6 нашего завода. Развитие нефтяного дела в России началось в годы правления Петра I, а датой рождения башкирской нефти можно смело считать 16 июля 1754 года. Тогда старшина Надыр Уразметов принял первую попытку освоить нефтяные богатства на башкирских землях. Исследования проводились без научной основы, поэтому желаемого результата не принесли. И только в начале 20-х годов 20-го века, благодаря выдающемуся ученому Ивану Михайловичу Губкину, одной из трех направленных башкирию исследовательских партий, улыбнулась удача, и первый фонтан черного золота забил 16 мая 1932 года в районе деревни Ишимбаева. Объем добываемой нефти постоянно увеличивался, но базы по ее переработке до сих пор не было. И поэтому в апреле 1935 года Совнаркомба СССР принял постановление о строительстве уфимского крекинг-завода. Так раньше назывался уфимский НПЗ, на территории которого вы сейчас находитесь. Строительство проходило в очень сложных условиях. Главным специалистом был землекоп, а основными инструментами были лопата, лом и тачка. Первые строители, в основном это были несемейные ребята, перезимовали в палаточном городке. Вот представьте, когда 40-градусные морозы, люди жили в палатках. Но, как рассказал один из ветеранов, сдвигались все вместе к кровати. Если, говорят, еще были девчонки, было очень тепло и весело. Первые 117 тонн примагонного уфимского бензина были выработаны на установке АВТ-1 20 июня 1938 года. В годы войны работа на уфимском НПЗ велась вручную. График был круглосуточный, отрудились в основном женщины и школьники. Несмотря на сложность, объем производства увеличивался боевыми темпами. Так что в годы войны завод дал фронту более миллиона тонн горючего. История завода действительно богатая, он развивался сам и очень повлиял на развитие всего региона. Но самое время перескочить из прошлого в настоящее и посмотреть, как выглядит завод сейчас. Суть нашей программы – мы простым языком объясняем сложные вещи, поэтому задаем иногда, возможно, глупые вопросы, которые кто-то стесняется, а мы не стесняемся задавать. Поэтому такой вопрос – как вообще нефть попадает на завод? Потому что, как мы многие представляем, это где-то что-то течет, вот нефть под землей такая речка, да, условно, и ее качают вот эти вот вышки. Нефть попадает каким образом? Ее, прежде всего, добывают на промыслах различными способами. Она выходит обводненная, и предварительно на промыслах эту нефть освобождают от воды. Сюда она попадает на завод. Западная сибирская нефть у нас попадает сюда трубопроводом на завод. Орландская нефть – это местная башкирская нефть, она также попадает сюда трубопроводами. Также есть нефти с различных небольших месторождений, которые попадают сюда уже вагон СССР. Вагон СССР также мы можем здесь на заводе слить, откачать в резервуары, и уже приготовив смесь, примерный состав которой мы уже знаем, мы можем спланировать, проверить потенциал, сколько у нас получится дистоплива, сколько у нас получится бензина, сколько газоля, сколько у нас получится товарной продукции. Можем это все спланировать. Нефть, в зависимости от того, где она была найдена, то есть от мест рождения, она чем-то отличается? Вот вы сказали, допустим, башкирская чем? Прежде всего с содержанием серы. То есть западно-сибирская нефть, у нее содержание серы порядка 1,8 до 2%, башкирская нефть до 3,5% массовых. Это, с одной стороны, хорошо у нас выход, на установке серы у нас получается более высокий выход серы. Она же используется и для нефтехимии, и в качестве добавок, для производства, прежде всего, серной кислоты. Но и, с другой стороны, это вынуждает нас тратить большее количество водорода, больше телодвижения для того, чтобы довести исходную смесь до приемлемого качества. А на качество итоговый продукт как-то влияет или нет? Естественно, не влияет. То есть существуют ГОСТы, требования стандартов, если мы не доведем до которых, мы не сможем эту продукцию продать. Поэтому, естественно, мы всегда это доходим. Это не влияет на качество в любом случае. Мы находимся в операторной установке ЛОУ-АТ-6. Это установка первичной переработки нефти. ЛОУ означает электрообессоливание и обезвоживание нефти для того, чтобы убрать хлористые соли, для того, чтобы не было последующей коррозии в оборудовании и коррозионных моментов, находящихся в последующих топливах. Ну и дальше АВТ. Это атмосферно-вакуумная трубчатка. Такое традиционное название, не очень понятное. В аппаратах происходит разгонка на газы, бензин, керосин, дизельное топливо, газоэли и мазут, которые впоследствии расходятся на другие установки, которые уже называются установки вторичной переработки нефти. Мы находимся возле установки ГУБКК. Это сложное название расшифровывается как гидрочистка бензина каталитического крекинга. То есть за установкой ГУБКК находится комплекс каталитического крекинга, который получает такой ценный компонент, как автомобильный бензин. Чтобы этот автомобильный бензин соответствовал нормам Евро-5, эта установка и предназначена. Она облагораживает бензин, который не подходит под современные нормы Евро-5, то есть убирает, вкратце говоря, все вредные примеси. Как мы уже говорили, территория завода просто огромная. Единственной эмоцией во время переезда от точки к точке было восхищение теми, кто все это спроектировал, и теми, кто работу всего этого поддерживает. Здесь достаточно малолюдно. На прошлой точке мы конкретно видели сотрудников. Здесь автоматизированный полностью процесс или все-таки среди этих лабиринтов труб где-то есть люди? Постоянно на установке находится человек, который обходит оборудование, чтобы ничего не случилось. По основному процессу персонал контролирует посредством автоматизации необходимые моменты по процессу, чтобы продукция получалась качественной, чтобы не произошло превышение давления, температуры. Максимально автоматизировано. Даже есть система управления технологическим процессом, так называемый умный оператор. Они могут смоделировать, какого примерно качества продукт мы ожидаем в ближайшие 10 минут, 15 минут или в течение ближайшего времени. Возмущение, которое старший оператор выносит, он сразу же видит, на что это примерно повлияет. Это очень сильно помогает вести процесс минимальной энергозатратно, но и, соответственно, получать наиболее качественную продукцию. Знакомство с заводом мы начали в операторной, в другой его заканчиваем. Потому что, несмотря на максимально автоматизированный процесс, производство не может обойтись без самого важного – человека. Сегодня рубрика с мифами и реальностью немного видоизменилась и распределилась по всему выпуску. И раз мы начали с вопросов о нефти, то в конце логично поговорить о бензине, а точнее заправочных станциях. Вопрос в рубрику банальных вопросов. На заправках понятно, почему нельзя пользоваться спичками-зажигалками, потому что, видимо, испарение от бензина. На некоторых, я видела, висят предупреждения, что нельзя доставать также телефон. Почему? Телефон не является взрывозащищенным. И среди возможного образования взрывоопасных концентраций телефон, а именно аккумулятор телефона, может создать статическое электричество, разряд статического электричества, который может произвести неприятные ситуации как минимум. Сегодня мы узнали о том, как производится нефть, как она попадает на бензоколонки. И на самом деле процесс, который кажется очень-очень сложным, наверное, будет более понятным, если вы все-таки посмотрели нашу программу. Вадим Петрович, сегодня, когда у нас была экскурсия по музею, сказали, что Башнефть работает по принципу школы-университет-предприятия. То есть они ведут школьников до работы на предприятии, а Уфимский университет науки и технологий работает по принципу университет наука-бизнес. Можете немножко подробнее рассказать об этом? Предприятия – это прежде всего люди. Люди – это, как вы видите, масштабы и зона ответственности, и ответственные предприятия, большие процессы, сложное оборудование. Конечно же, это прежде всего необходимость, чтобы здесь работали профессионалы. Поэтому высшее учебное заведение, в том числе Уфимский университет науки и технологий, это как раз-таки рядом, плечом к плечу, с предприятиями, в том числе и с этим предприятием, в части подготовки кадров. И мы прекрасно понимаем, что за тот период, когда студент находится в университете, это 4 года, 5 лет, 6 лет, все-таки не совсем достаточно для того, чтобы осваивать такие высокотехнологичные, наукоемкие процессы. Поэтому и мы, университет, заходим в школы, мы, университет, заходим в техникумы, чтобы привлекать талантливую молодежь к нам в университет. И персонально, начиная со школьной скамьи, готовить их уже для таких масштабных предприятий. Наши студенты, много наших студентов, в том числе работают на предприятии нефтехимии, нефтепереработки, в том числе на предприятии, которые сегодня мы с вами посмотрели. Спасибо большое, Владимир Петрович, что были сегодня с нами. Спасибо компании «Башневь» за то, что показали нам весь процесс. И это была программа «Синопсис» действительных явлений. Наука ближе, чем вы думаете. Субтитры сделал DimaTorzok